Потому что с такими людьми, как вы, надо все фиксировать на камеру, правильно? Да, что вы хотите от меня, я не могу понять. Что-то вы хотите конкретно, что-то? Я ничего не нарушил. Причина остановки, скажите. Я вам говорю, что я не нарушал, я объехал стоящую машину, стоящую машину. Справа стоит фура, справа стоит фура, слева остановился человек, не ехал. У вас документы хоть имеются? Конечно, я вам покажу. Всем привет, друзья. Фура стояла в первой полосе, вон где стоит. Смотрите, опять эти блюстители порядка, которым мы платим миллионы налогов на их зарплаты, машины. Смотрите, машина за новое сколько стоит? Ну, нормально стоит. Сейчас фура посмотрю, стоит или нет. Посмотрю, стоит, давайте, сразу для ДБРа, вот эту и эту. Фура уехала. А чего вы к фуре не приняли? В смысле? А чего вы к фуре не приняли меры, не расскажете? Как с вами общаюсь? Не-не-не, фуре. По поводу чего постановления? Дорожная распредка 1-1, посмотрите. Еще раз говорю, я объезжал стоящий автомобиль, два автомобиля, фура справа стояла, слева стояла BMW X1. На светофоре, на красном, я же вам объяснил, 10 раз. Не на красном, зеленый горел. Поехала впереди уже машина, уехала на 50 или на 100 метров впереди, на 50? Всех обогнал. Нет, на 50 или на 100, я объехал одну машину, которая стояла, не ехала. Вы ошибаетесь. Ну, покажете, да, в суде все? Конечно. Ну, составляете. Да, составляю. Сколько времени вам надо? Как у вас там с грамотой, нормально? Как в школе учились? Отлично. А как вы? Я тоже. Что, вы вопросы какие-то? А? Сколько времени надо? Я не могу ждать. Сколько по закону минут я должен ждать ваши... Сколько надо? А? Сколько надо, столько будет. Это же не от нас, это техника, понимаете? Ну, давайте, может, подъедете потом вечером или... Куда вечером? Ну, я вам адрес, я вам адрес продиктую. А вы еще даже документы на машину не показали. Вот. Одну сторону. Так у вас же компьютер можно аж так посмотреть. Артур Анатольевич, это же... Да, да, слушаю. Да, еще раз, пожалуйста, по свечению. Не, не, два раза я не буду показывать. Мы же не в цирке, правильно? А, ну, ожидайте, тогда хорошо. Короче, стадо этих долбодятлов, которым выдали новые машины, которые ездят. То есть, стояла фура, давайте в двух словах ситуацию. Стояла фура в первой полосе. Не в первой полосе, а вторым рядом припаркованная. Из-за нее пробка. В пробке люди, ну, не знаю, там, кто-то, может, поломался. Впереди машина, передо мной уехала. Перед машиной, которая стояла передо мной, поток уехал. Она осталась на месте. Я ее объехал. Ну, слева, потому что справа объехать невозможно, так как было заблокировано две, полторы полосы. Соответственно, ну, ребята, смотрите, с мигалками они бдят, следят. Работают, короче. Так и живем, друзья. Эти дятлы получают зарплату. То есть принять, принять меры к устранению препятствия на дороге, стоящей вторым рядом, создающую аварийную ситуацию, пробку и нарушение правил там другими участниками. Ну, не вынужденные, но тем не менее. Нет, не надо. То есть, ну, надо проще ко мне, меня догнать. Что там с фурой будешь с ней? Тем более, там, кажется, даже водителя в ней не было. То есть, чувак припарковался вот так вторым рядом, вот как сейчас я стою, вот так рядом стояла Рено Магнум с полуприцепом длинным. И, ну, и понимаете, да, что оставалось проезд чуть-чуть больше, чуть меньше полосы, то есть, ну, вплотную так. Теперь они составляют что-то там, сидят полчаса. Вспоминают буквы. Ну, это по поводу, куда идут налоги, куда их надо платить, как все там переживают, надо платить налоги. Ну, да, им дали, смотрите, сколько эти, как бы их помягче назвать, неумехи. Сколько они приусов раздубасили, как смеется товарищ мой, говорит. Так приусов нет уже, говорит, они там что-то или 15, или 10 на виски его осталось. Здесь 200 или 300 раздубасили. Вспоминаю, как в 15-м году был оффроуд у нас. 24 часа была покатуха. Бородачу оторвали тогда поворотный кулак. Есть это видео на канале. Шестью лебедками тянули его. Оторвали поворотный кулак у бомбы, потом всю ночь меняли его в болоте. Ездили на «Зеленой мечте» за кулаком. И это был первый день, я что вспомнил этот момент. Это был первый день, когда патрульная полиция начала свою работу. То есть весь Киев в приусах, в мигалках. Ездили же с мигалками они. Такое незабываемое, я не помню. Ну, есть это видео, наверное, с приусами тоже, я думаю, что-то там попало в кадр. Незабываемое впечатление, потом селфи, все фотографируются, новая полиция, взяток не берет. Что еще там интересного было? Вроде как доверие такое, зарплата там у них якобы была неплохая. Изначально должна была быть. Ну, потом курс влупили, и зарплата опять стала 300 баксов, как и была до этого. Ну, при старом курсе. Ну, опять они голодные, ездят, видите, нечем им заняться. За наш счет с вами, за счет налогоплательщиков, ездят, еще нам мозг выносят на ровном месте. То есть ситуацию я уже рассказал. Машины, поток весь поехал, передо мной машина стояла на месте. Я ее объехал. И тут же, ну, сразу объехал и встал в ряд. Потом она, правда, поехала. Но я же не знаю, поедет она или нет. То есть было расстояние, ну, достаточно далеко уехал поток весь. То есть человек, ну, может, отвлекся, может, что-то унес машина. Я же не знаю, я не могу это знать. Ну, и все. И вот причина остановки. Да, это, конечно, не моя специализация с ними разговаривать. Но тут интересная ситуация. Блогеры, которые блогеры, их козлят, в принципе, и правильно делают. Потому что в основной массе люди не знают ни правил, ни управлять автомобилем не могут нормально. Дубасят их регулярно. Где-то недавно в Инстаграме, наверное, видел. Раздубасили. Уже свежие пошли партии машин за 50 косарей, которые гибридный Outlander раздубасили. Ну да, Саша обычно просит, говорит, вы принесите. Принесите сюда доказательства, что я нарушил. Если их спросить. Вот они идут. Да. Саня Николаевич, надо еще немного подождать. А вы можете предъявить, где я нарушил? Показать? Показать? Ну, конечно. Ну, мы уже сколько отъехали. Я могу, идемте, вернемтесь, покажу. Не, а вы же должны здесь мне показать, правильно я понял? Здесь намерен. Не, ну, видеодоказательства есть у вас вообще? Конечно, записывается все. А покажите. Ну, вот вы меня остановили, а говорите, я нарушил. Предъявите, пожалуйста, нарушение. Можете предъявить? Будь-який фактичный доказ. Ну, видимо, не обовязково. Фактичный какой-то. Не, ну, вы покажите, что я нарушил. Я вам говорю, что машина остановилась передо мной. Машина, которая была перед ней, уехала на 100 метров вперед. То есть машина стоит, мне что делать? То есть фура, которая препятствовала движению, из-за нее была пробка. Фуру вы никаких действий не приняли, чтобы убрать ее с дороги. То есть что происходит вообще? Можете объяснить? Я уже 10 раз объяснял, что вы нарушили. Не, не, я объехал стоящую на дороге машину. Это вы так думаете? В смысле? Как я думаю? Это ваше субъективное мнение. Это объективное. Почему субъективное? Ну, машина стояла. Смотрите, вы едете на светофоре, загорелся зеленый, весь поток уехал, а перед вами машина стоит. Что вы будете делать? Она тоже поехала. Нет, она поехала через время. Я же не знаю, поедет она или нет. Я объехал, потому что она не ехала. А поехала она потом, потом, понятно, и фура поехала потом. Так вы могли с правой стороны объехать? Справа фура стояла, я не мог. Она намного дальше стояла. Там еще кто-то стоял, я не мог. Я не мог объехать. Справа там занята полоса была. Полоса была справа занята, я не мог. Там припаркованные автомобили были. В смысле, чтобы люди вышли с завода в конце рабочего дня, уехали, и тогда я поеду. Нет, там припаркованные были машины. Вы стояли на светофоре. Вот выйдите и снимите, как вот сейчас стоят люди на светофоре. И вам все станет... Да при чем тут люди... Мы стояли далеко от светофора. Мы стояли далеко от светофора. Машина стояла, весь поток уехал на зеленый, а он стоять остался стоять. Я его объехал. Что я нарушил, объясните. Я вам уже объяснял, что вы нарушили. Разметку. Размерная разметка 1.1. То есть сейчас, если я остановлюсь в левой полосе... Смотрите, я сейчас остановлюсь в левой полосе, и все будут меня слева объезжать, это все нарушители, правильно? Не я нарушитель, который остановился. А все нарушители... Ооо, какая машина шикарная приехала. Да, да, да. Не волнуйтесь, у тебя не принтер нам приехал шикарная. Не, не, я просто знакомая машина, да. Да, я понял. Сейчас, подождите. Смотрите, как работают. Нету протоколов. Привезли принтер печатать. Протокол распечатать. Или привезли протоколы. То есть... Ну это жесть вообще. Это просто жесть. Ну что тут скажешь? Я уже жалею, что онлайн не включил. А что привезли? Что привезли? Распечатывали постановление. Ёханы вы. А как же вы работаете вообще? Куда идут народные деньги? Вот на эти машины, дорогие. А чего вы не на Ланосах? Не на этих... Не на Сенсах. Но это не к вам, я понял вопрос. Ой, блин. Полный дебилизм. Полный дебилизм. А потом в ДБР пишут. Они говорят. Да нет, мы ничего не нашли. Состава преступления. Ничего не это вообще. Просто когда люди, которые работали вместо вас, до вас. Да. Ну они тоже там не идеальны были. Ну хоть они хоть понимали, как, что происходит на дороге. Дорожную ситуацию вообще. Машины умели водить. Не дубасили. Сколько Prius'ов раздубасили, вы знаете? Без понятия. Не знаете? А вы знаете? Конечно. Сколько? Ну не одну сотню. Не одну сотню раздубасили. Аутлендеров сколько, не знаете? Сейчас уже должны знать. Сейчас Аутлендеры же недавно. Вы уже должны быть в курсе. Сейчас две секунды распечатаем постановление. Угу. Хорошо. Видеодоказательство вы уж предложите, да? К нарушению? Для суда. Вы все оспаривать будете? Конечно буду оспаривать. А как не оспаривать? Машина впереди стоит. Я объехал стоящий автомобиль, который по непонятным причинам остановился. С которой мы объехали? С которой была возможность. Смотрите. Правая полоса запаркована. Припаркованная. Левой полосе остановился автомобиль. Снимите, пожалуйста, полностью дорогу. Так вот, дорога такая же. Она же одинаковая. Она не поменялась. С правой стороны нельзя объехать. Ну там стояли припаркованные машины. Ну вот и стоят. И с правой стороны нельзя объехать. Ну и можно задеть зеркало. Зачем мне рисковать? Лучше нарушить. Зачем мне рисковать? Так я не нарушил. Нарушил тот, кто стоит на дороге. Так разметку вы видели или нет? Там плохая. Разметка, кстати, качество разметки оставляет желать лучшего. Там она прерывается. Местами тоже. То есть непонятно. Сейчас, секундочку. Ручку. Это жесть вообще. Ручку. Херучку. То есть смотрите, чем занимается доблестная полиция? Возит друг к другу принтеры, да? Или что она вам принтер привезла, да? Там или... Такого не бывает, как разрядился принтер. Что вы такое удивляетесь? Да нет, ну нет вопросов вообще. А так а что вы так удивляетесь? Да я не удивляюсь. У вас телефон бывает разряжается? Я просто... Нет, у меня не бывает. Не бывает такого никогда. Нет, никогда. Ничего себе. Да. Вы молодцы. Я просто поражает количество ваших коллег, допустим, вот под Верховной Радой мы были недавно. Количество людей, которых мы просто кормим, а они ничего не производят, ничего хорошего не делают. Кроме того, как препятствует людям жить, все. Больше ничего... Ну... Вот вы... Я вам объясняю, а вы свое... Разметка там это... Человек стоит передо мной, стоит передо мной. То есть он так же стоял на светофоре, как и вы. Еще раз говорю, машина на 100 метров перед ним уехала. Уехала машина, а он стоит. Мне что делать? Стоять? Да, или объехать с правой стороны. Справа не было возможности объехать? Не было, не было. Не было. Постановление будете подписывать? Нет, конечно. Вы что, издеваетесь? Нет, конечно. Постановление о чем? О том, что вы незаконно меня остановили, составьте, я подпишу. То есть отказываетесь подписывать? Ну, конечно. Вы что? Вам вообще... Вы что, вот 255 гривен, у вас есть 15 дней оплатить его, если не оплатить, будет в 2 раза больше. А также 10 дней... 10 раз больше, конечно. ...оспорить данное решение в Дарвицком районном суде за место обчинения правого ворушения. Или на народное ополчение 9. Хорошо. Хорошо? Да. Все, всего доброго. Так, машина... А, машина ваша есть, номера сняты. Выходили снимать. Да, как вас зовут? Я же вам представлялся. А, я камеру еще не включил. Моя фамилия моя, Игорь Александрович. Спасибо. Все, я могу ехать? Да, всего доброго. До свидания. В общем, вот такая ситуация. То есть просто люди на ровном месте что-то подписывать. Покажите, предъявите, предъявите нарушение. Я вам ничего не предъявлю. Оно у меня там где-то записано, записано, не записано вообще. Да, к сожалению, не снято. Надо регистратор поставить. Не снято. Сама вся ситуация происходящая. Из-за этого сложнее с ними разговаривать. Но ничего. В общем, всем пока. Сегодня без катания на Prius. Сегодня продолжаем. Ну, я уже кнопки опущены. Опыт есть. Тем более, ну, есть работа. Это не вечер в 11-12, когда можно и покататься. До встречи всем.